Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Те из вас, кто подписан на мою страничку в Инстаграме, уже видели фоточки с камерой для сухой выдержки мяса. В нашей округе представлено несколько сетевых супермаркетов. Всякие там Масимас, Меркадонна, Лидл, Корефюр, не суть важно. Так вот, выбор как по ассортименту, так и по качеству в разных сетевых супермаркетах очень сильно отличается. Например, в Меркадоне очень богатые развалы рыбы и морепродуктов, а вот с мясом, птицей там беда. Во-первых, продается все уже расфасованное, во-вторых, все это безумно обколото каким-то чудовищным количеством солевых, нитритных, фосфатных растворов. Готовить что-либо приличное из такого богатого микроэлементами мяса крайне сложно. Поэтому, если хотите рыбки или морепродуктов, Меркадонну, а если хотите мясо, в Масимас. Но в Масимасе с рыбыми морепродуктами бедновато. А вот корефюр хорош премиальными отрублями мяса. И сравнительно недавно они поставили в зале для обозревания покупателей шкаф для сухой выдержки мяса. Если кто не в курсе, для чего вообще-то делается, я сейчас поясню. Вообще, если сравнить по куче параметров систему пищеварения травоядных и хищников, начиная от зубов и строения ротовой полости, челюстей и заканчивая толстой кишкой, то выяснится, что человек, несмотря на всю свою, казалось бы, всеядность, однозначно относится, по всем вот этим параметрам, которые я назвал, к травоядной. А поэтому нам легче усваивать переработанную не сырую белковую пищу, в том числе и ферментированную. Что значит ферментированную? Это то, над которой поработали ферменты. Ну, скажем, квашеная капуста, йогурт, сыр, вяленое мясо, вяленая рыба. Все это ферментированные продукты. И так уж и статически сложилось, что переработанные ферментированные продукты кажутся среди статистическому человеку более вкусными, нежели сырые. Так вот, переходя к самому главному. Параметры температуры и влажности вот этих самых камерах для сухой выдержки мяса подобраны таким образом, чтобы ферментация шла, а гнилостные бактерии в этих условиях не развивались. То есть созданы идеальные условия для длительной выдержки мяса, чтобы это мясо долго ферментировалось и долго набирало тот самый вкус, который среди статистическому человеку нравится. Но почему я затеял эксперимент? Я считаю, и в результате проведения сегодняшнего эксперимента, надеюсь, это дело проверить, что при приготовлении мяса, ну, в частности, при обжарке стейка, сам вкус ферментированного мяса, значит, в общем вкусе стейка, на мой взгляд, очень мало, потому что в результате обжарки появляются очень сильные, очень мощные вкусы. Это результаты реакции Майяра, вот эта самая поджаристая яркая корочка такая, прямо коричневая, красивая, да. Это вкусы масел, сливочного, оливкового, это ароматические травы, это чеснок, в конце концов. И я решил проверить, настолько ли вот этот самый вкус ферментированного мяса для меня будет значим, и вообще, различу ли я его, среди всех вот этих названных моих вкусов, что за это стоит переплачивать деньги. Ведь мясо ферментированное, ну, в полтора раза минимум дороже стоит, а для отдельных кусков, для длительной выдержки, когда там больше 30 дней, оно может стоить в три раза дороже. Но я уже заболтался, а к магазину, к рифюру уже почти подъехал, так что сейчас пройдем внутрь, затаримся и приступим к эксперименту. Оставайтесь с нами. Раз уж я собрался просто пожарить мясо, так сказать, сравнить его, то нужно хотя бы немножко вкус расцветить, так сказать. Поэтому возьмите меня на розмарин, такая классическая пара, а те, кто смотрит облом, его прекрасно об этом знают, правда? Пойдем за мясом. Так, вот оно, высушенное мясо. Ну, не высушенное, а подсушенное. Вот в таком холодильнике хранится. А вот такой же чулетон, только свеженький. Так что я возьму вот такого и такого. ВГ-59. А вот король, то есть свободного выгула, кормленная кукурузой. Желтенькая. 4,95. Вот такой шмат. 10,73. Ну что, мясом вооружился, можно двигать домой и начинать готовку. Добрался до дома, можно приступать. Итак, вот у меня выдержанный отруб, а это свежий. Испанцы называют эту часть чулетон, то есть котлета. Имеется в виду на косточке. В русскоязычной традиции эта часть, этот отруб называется толстый край. Чтобы хоть немного скрасить жизнь экспериментатора, то есть себе, к вот этим двум замечательным стейкам, я собираюсь приготовить простенький такой перечный соус. Для него я подготовил сливки, красный концентрированный бульон, он же домигляс. Посмотрите на канале по поискам, если вдруг пропустили. Сливочное масло, зеленый острый перец, маринованный это чеснок, лук-шалот и капельку бренди. Такой, знаете ли, ароматный. Это Торрес 5 звезд. Да вот бутылочка. В одном из предыдущих роликов видели наверняка, я ее покупал в магазине. Испанский, местное производство. Ладно, что болтать? Поехали. В обе сковороды немного ароматного оливкового масла, экставежин, конечно. И по кусочку сливочного. Сочетание вкусов и ароматов получается совершенно сногсшибательное. Стейки сразу присолю крупной солью. Знаю, знаю противников. Ах, от соли стейки сразу потеряют сок. Да ни черта не за эти две минуты до попадания на сковороду не успеют потерять. Не успею, точно вам говорю. Для точности эксперимента в каждый загоню щуп термометра. Обжарить будет до 52 градусов в центре куска. и на сковороду их. Сюда и сюда. И сразу же чеснока. Для аромата. Есть? Прямо в шкурке. И ароматные травы туда же. Тимьянчик. И розмаринчик. И сюда. И маслом ароматным можно уже плевать сверху. Что касается переворачивания. Тут каждый выбирает на свой вкус. Кому-то подаваем абсолютную однородность по всему объему куска. Естественно, с тоненькой, тоненькой поджаристой корочкой, такой румяной. Кому-то больше нравится, больше приходится по вкусу кусок, который в середине почти сырой, ну или слабо прожаренный. А непосредственно на поверхности под слоем поджаристой корочки хорошо прожаренный. То есть до серого состояния. Переверну, пожалуй. Так вот. Если кусок мяса запаковать в вакуум пакет, а затем отправить в суидную ванну при температуре, скажем, 55 градусов на пару часов, то мясо по всему объему дойдет до вот этой температуры. Затем вы достаете его из пакета и газовой горелкой, и румяните поверхность куска сверху. Получая ту самую румяную корочку и абсолютно однородный по степени прожарке кусок. Того же самого эффекта можно добиться без всякого вакуум-пакета, без всякого суида. Просто почаще переворячивайте кусок на сковородке, и все. Ну, скажем, каждые 10-15 секунд. А если за все время жарки перевернуть мясо только пару раз, то к тому времени, когда в центре температура достигнет тех же самых 55, то поближе к краю она будет уже там и 60, и 70. То есть в одном куске вы одновременно получите и прослойку слабой прожарки, и прослойки хорошей прожарки, сильной прожарки. Короче, технику прожарки, частоту переворачивания выбирайте на свой вкус. Пока болтало, температура дошла до заданной. Переложу стейки на фольгу, пусть слегка отдохнут для выравнивания температуры по всему объему кусков. Я как раз успею соус приготовить. Тут все стандартно. Лук-шалот. Кстати, не обязательно шалот использовать. Чеснок. На сковороду их слегка обжарить. Буквально до прозрачности, только-только, чтобы вот этот резкий запах ушел. Сразу же положу перец. Как я сказал, это острый, зеленый, маринованный. У него такая острота, кислинка классная. И бренди. Сейчас спирты выгорят, а аромат останется. Ну и совершенно необязательный элемент красный концентрированный бульон. Почему он необязательный? Ну, потому что и без него будет вполне неплохо. Но он придаст дополнительный такой аромат хорошо прожаренного мяса. Ну и сливки. Жирность не важна. Возьмете 10-процентный, придется просто чуть подольше стомить, чтобы загустели. У меня жирный, 30%. И самое время выправить на соль. Домигляс уже соленый, так что я не солю. А вы смотрите по-своему. Если у вас не соленый, соответственно, присолите. А если вообще без домигляса, ну, солить надо будет обязательно, конечно. И все готово. Солью соус в ложку. Какая красота. Ну и давайте смотреть, что у меня получилось. А также выдавать на гора результат. Так, положено разрезать посередке, да? Вот этот вот кусок, выдержанный, так скажем, он чуть потоньше, чуть подольше лежал. Вот смотрите, какая прожарка получилась у меня. Ну, это уже, блин, скорее well done, конечно. Только вот этот краешек рядом с косточкой можно условно назвать medium well. Вот эта вот полосочка где-то, наверное, 3 мм серенькая, а все остальное розовое. В принципе, при использовании сувида можно добиться того, что вот эта полосочка серенькая будет совсем тоненькая. Ну, и так тоже ничего. Так, значит, это у нас кусок выдержанного мяса. А теперь посмотрим шмат трехдневный, наверное. Я не спрашивал, на самом деле, в магазине, сколько там туши лежат, да и вряд ли там продавец мне скажет точно. Но, тем не менее, вот кусок. Ну, прожарка практически такая же. То же самое. То есть, пока мясо лежало, выравнивались температуры, то температура 52 внутри, конечно, уже не 52. Она поднялась, потому что с наружных слоев теплота ушла вовнутрь. Так, ну и что касается вкуса. Значит, я отрежу кусман невыдержанного мяса и отрежу кусман выдержанного. Вот, смотрите, вот два таких шматочка. Ну, начнем, наверное, с более, с более дорогого, с выдержанного. Так. Насыщенный вкус мяса. Слегка солоноватый. Ну, в принципе, просто вкусный стейк. Так, теперь, что касается второго шмотка. Вот этого, менее выдержанного. Или совсем не выдержанного. Знаете, боюсь показаться, не боюсь я ни черта перед вами показаться, абсолютно непонимающим. товарищам, но на мой вкус разница настолько непринципиальна, что переплачивать в полтора раза, а то и вдвое некоторые шмоты, не вижу смысла. Да, у выдержанного мяса вкус чуть-чуть сильнее. Да, оно чуть-чуть легче жуется. Но, вполне возможно, это заслуга просто возраста бычка. Настолько минимальное отличие, что дай мне в ресторане два вот этих вот куска на выбор. И я не смогу вам сказать, какое из них из мяса, которое там 10-20 месяц может быть держало в сухой камере, а какое нет. И в данном случае я с соусом вот этого не выдержанного еще покажу. Соус совершенно великолепный. Это мой самый любимый соус. Сливки придают ему легкую сладость. Перец, большое количество перца придают ему мощную остроту. Использование бренди дает очень классный аромат. Только аромат не бренди, а какого-то винограда легкого. Использование мясного бульона, концентрированного, придает вкус жареного мяса. И все вместе это просто какое-то великолепие. Знаете, что? При использовании ярких соусов я уверен на 100%. Даже супер-пупер крутой гурман не отличит, где какое мясо. Тут можно было бы сказать, что ах ты просто никакой повар. Но! Да, я никакой повар. Но в данном случае я никакой повар что для одного куска мяса, что для другого. Я их готовил совершенно одинаковым образом. Доводил до одинаковой температуры. И разницы не почувствовал. Все разговоры на предмет того, что а вот я был в таком-то ресторане, мне дали такое мясо, это было великолепно. Друзья мои, а вы пробовали в этом же ресторане невыдержанное мясо от этого же повара? Я уверен, что разницы не почувствуете. Потому что на мой вкус, по моему мнению, 99% вкуса в стейке делает его обработка. То есть степень обжарки, использование масла, ароматических трав, это вкусы, эти запахи, эти ароматы настолько сильны, что они заведомо перекрывают все эти небольшие нюансы, вкусы и оттенка по выдержке мяса. Понимаете? То есть за вкус в результате в пожаренном стейке всего лишь там полпроцента отвечает выдержка его и 99,5% соусы, правильность обжарки, неправильность, а настолько хорошо пожарили, насколько вам надо, и все эти вкусы. Это мое мнение, вам я его не навязываю, но возможно будет вам полезно. рекомендую вам тоже попробовать провести подобный эксперимент, возможно вы будете другого мнения. Спасибо спонсору Самури за предоставленные ножи и за спонсорскую поддержку, которая позволяет мне покупать такие премиальные куски мяса. Вам спасибо за лайки, за дизлайки, за ваше мнение и за компанию. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok